Приветствую всех на канале Техномастер! В прошлом видео у нас был обзор на телевизор Samsung 7 серии. Сегодня мы хотим коротко поговорить о собственной операционной системе от Samsung. Это операционная система Tizen. Насколько это удобная операционная система? Насколько удобно ей управлять с помощью телефона или с помощью пульта? У Samsung есть собственное приложение, с помощью которого можно управлять телевизором. А также мы поговорим о том, какие возможности есть в этом телевизоре и у этой операционной системы. Мы поговорим о том, можно ли в него поставить сторонние приложения. Итак, вы на канале Техномастер и обзор на операционную систему Tizen. При включении телевизора у нас есть две возможности его настроить. Или с помощью пульта поэтапно, или с помощью собственного приложения от Samsung. И в том и в другом случае лучше пройти регистрацию. Тогда у вас сразу будет доступ ко всем функциям этого телевизора. Таким как установка приложения и многое другое. Компания Samsung отказалась от полноэкранного интерфейса своей операционной системы. Когда вы нажимаете домой, у вас всплывает строка с виджетами. И фактически это и есть главный экран операционной системы Tizen. В самом начале мы видим настройки, подключение интерфейсов, подключение источников к телевизору. Поиск, который доступен в различных моделях или голосовой, или с помощью клавиатуры. Также, переходя в приложение, мы видим установленные или доступные для установки рекомендуемые приложения. Главная страничка, на которой отражается ваша учетная запись и некоторые оповещения. Виджеты с выведенными вами приложениями на главный экран. Эти виджеты можно удалять, нажимая вниз. Мы нажимаем удалить и этот виджет удаляется только с главного экрана. Также виджеты можно перемещать. Для этого нужно нажать вниз, выбрать переместить. Перемещая вправо-влево, выбрать удобную для вас позицию. Удобно то, что подключенные источники к вашему телевизору можно добавить на главный экран в качестве виджета. Для этого нужно выбрать источник, нажать вверх и выбрать добавить на главный экран. И сразу же у вас появляется возможность переместить его на нужную вам позицию и выбрать. Переходя во вкладку Apps, мы переходим в магазин приложений. В магазине приложений мы видим установленные нами приложения. Также мы видим рассортированные приложения по содержанию и по жанру. Все эти приложения условно-бесплатные. Их, конечно, большое множество, но просматривать их можно или с подпиской, или с просмотром рекламы. Переходя в настройки Apps, мы можем удалять, блокировать или перемещать приложение. Также можем посмотреть подробную информацию о конкретном приложении. Например, сколько это приложение занимает память. В настройках нам доступно автообновление каждого приложения. И мы видим, сколько памяти занимает эти приложения, а сколько памяти нам доступно. Переходя во вкладку настройки, мы видим вторым рядом быстрые настройки телевизора, где можно настроить быстро Wi-Fi, выбрать режим. Нажимая один раз на картинку, мы можем выбрать режим картинки. И нажав вверх, можно подробную настройку изображения произвести. Выбрать режим звука, также нажимая один раз. В этом режиме можно переключиться на наушники Bluetooth. При подключении HDMI вашей игровой приставки, можно включить игровой режим, если доступно, выбрать субтитры. И также выбрать таймер сна. Перейдя во все настройки, у нас появляются более подробные настройки телевизора. В настройках изображения у нас есть возможность, помимо яркости, контрастности, четкости и многого другого, настройка четкости изображения. Эта функция позволяет нам уплавнять видео с частотой 24 кадра в секунду. И здесь можно или пользовательски настроить режим, выбрав более подробные настройки, или выбрать автоматические уплавнения видео. И эта функция в платформе Tizen, она действительно работает. В общих настройках у нас более подробные настройки сети, диспетчера системы, внешние устройства и более подробная настройка экономии энергии, где мы можем настроить яркость подсветки и экономию подсветки. Также можно включить и выключить заставку. Во вкладке поддержка мы видим возможность обновления ПО, в котором можно выбрать автоматическое обновление, и обслуживание устройства. В обслуживании устройства у нас есть возможность, как проверить устройство, также у нас есть возможность управлять хранилищем. Выбирая эту функцию, мы видим, сколько у нас доступно памяти, также все приложения, которые у нас установлены. Мы можем выделить приложения, которые нам не нужны, и удалить их одним кликом. И последний пункт – условия использования и конфиденциальность. Здесь мы видим большой перечень условий соглашения от компании Samsung. Управлять браузером с помощью приложений от компании Samsung очень удобно. У нас появляется тачпад, которым мы управляем курсором, а также мы можем управлять активными ссылками с помощью кнопок на пульте. По моему мнению, самое удобное, что сделала компания Samsung – это возможность редактирования клавиатуры, не переходя в конец списка. Клавиатура, разработанная компанией Samsung, очень удобная, потому что при наборе каждой буквы у нас появляется три символа – подтвердить, пробел и удалить. И если мы ошиблись, то не нужно пультом перемещаться в самый конец клавиатуры, чтобы отменить эту букву. Если мы нажали неправильно букву, то мы нажимаем просто вниз и удаляем ее. И можем нажать другую. Если нам нужно нажать пробел, мы нажимаем пробел. Если нам нужно подтвердить, то это очень удобно. Что хочется сказать в конце этого видео. Минимальный интерфейс с минимальным количеством кнопок позволяет вам делать минимум движений для того, чтобы управлять этим телевизором. Помимо этого, у вас есть возможность настраивать и делать цветокоррекцию изображения непосредственно во время воспроизведения. В этом телевизоре на этой платформе Tizen есть уплавнение видео. В фильме с частотой кадров 24 в секунду, это большинство фильмов, которые сняты в наше время, они будут уплавняться и вы будете видеть минимум подергиваний и даже движущиеся объекты вы будете видеть плавно, в отличие от Android TV. Это очень удобно. Это большой плюс этому телевизору. В этом телевизоре установка приложений осуществляется очень удобно, однако их очень мало. Но с помощью приложения для компьютер Tizen Studio у вас есть возможность расширить плейлисты и установить дополнительные приложения в этот телевизор. В этом телевизоре хороший, шустрый браузер и им очень удобно управлять как с телефона, так и с кнопок пульта. Однако в этом браузере вы не сможете посмотреть фильмы, потому что безопасность телевизора его просто блокирует. Надеюсь, это видео было полезным для вас и вы нашли для себя что-то лучшее или Android TV, или Tizen TV. Но если вы все еще не определились со своим телевизором, мы можем вам помочь. Мы осуществляем онлайн-подбор телевизоров, ноутбуков, электроники или бытовой техники. Ссылки на наши контакты будут в описании к этому видео. Также у нас есть телеграм-канал, на котором мы публикуем акции и скидки. Вы можете также ссылочку на канал найти в описании. С вами был канал Техномастер. Мы не прощаемся с вами. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok